После трагических событий 11 мая каждый родитель школьника, да и сам ребенок, задается вопросом, а как же действовать в подобных ситуациях, чтобы остаться в живых. Моему сыну 14 лет. Он ровесник тем ребятам из 8 класса. Как признался мне сын, в его родной школе никогда не проводились уроки безопасности. И вот только вчера классный руководитель наконец-то его провел. В 120-й школе такие уроки проходят регулярно и уже не первый год. Давай, 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 давай. На часах в 8 утра в школу заходит последний ученик, после чего дверь закрывается на ключ. Так что постороннему человеку в здании уже не пройти. У каждого гостя просят документы. Последняя запись была сделана вчера в 4 часа дня. На шее вахтера брелок. Это тревожная кнопка. Таких брелка два, где находится у вахтера, другой у меня в кабинете. Ну и стационарная кнопка находится рядом с дежурным постом вахтера, которая непосредственно соединяет нас напрямую с МЧС, с ведомственными накранами. То есть, если мы заметили, что что-то не так, либо какой-то посторонний человек на нашей территории, мы нажимаем эту кнопку и в течение нескольких минут приезжают. А если быть точным, то это 2,5 минуты. Столько нужно времени, чтобы полицейские приехали в школу после срабатывания тревожной кнопки. Как говорит учитель УБЖ Сергей Курылев, это самые драгоценные минуты. Первое. Никогда не паникуйте. У вас будет страх, но страх вам поможет выжить. Сегодня урок УБЖ у ребят из 9-го Б-класса. Тема занятия – действия во время нападения на школу. Увы, но таковы реалии жизни. А профилактика – лучший способ защиты. Если знать, как действовать, есть все шансы выжить, настаивает учитель. Главное – никакого геройства, никакого любопытства. Слушать четкие команды учителя. Это уменьшает полет пули, то есть проникающие действия. Вторую парту сюда самостоятельно. Для 9-ти классников отработка действия во время теракта – это игра. Но игра со смыслом. Как только мы все это быстро построили, естественно, траектория. Вот он пытается проникнуть, не получилось, он начинает стрелять. Учитель объясняет, банальная парта может реально спасти ребенку жизнь. Он знает, о чем говорит Сергей Курылев, в прошлом сотрудник силовых ведомств. Если это дробь, шарик, отскакивает, даже если это пуля, отскакивает. В любом случае, здесь под защитой, здесь под защитой. Причем дополнительной защитой может стать даже рюкзак с учебниками. Укрывшись им как бронежилетом, нужно затаиться под партой. Вы услышали? Там. Откройте, полиция. Мы пришли за вами или пожарные. Ни в коем случае. Только директор или преподаватель. Оказывается, эвакуация через окно – это тоже целая наука. Чтобы спрыгнуть без серьезных последствий, для начала нужно присесть на подоконник, а затем скатиться с него. Я прыгаю. Первыми прыгают мальчики, чтобы потом помочь своим одноклассницам, а затем бежать, не оглядываясь. Туда как можно дальше. Во время урока ОБЖ ребята отрабатывают и самый страшный момент неожиданного появления в классе вооруженного преступника. И тут даже учебник способен превратиться в оружие самообороны. И этот учебник бросаем ему в голову. Сергей Курлев признается, что во время одного из таких занятий ученики парты чуть не сломали ему ногу. А выпад с школьным стулом даже во время тренировки выглядит серьезным аргументом не в пользу нападающего. С каких-то моментов страшно, когда, например, показывают пистолет, а так это теория, мы должны ее понимать и знать. В принципе, их можно проводить в качестве тренировок. Уроки самообороны преподаются в 120-й школе и у малышей. В юнормейском пятом А-классе и девочки. И мальчики знают, что делать, если в школьном коридоре заметят чужака с оружием в руках. Это даже полезно, мне кажется, потому что, не дай бог, что может случиться, и мы уже подготовлены будем к этому. И вот рефлекс выработается, и это уже полезно для нас. Мы можем защититься. Но мало лишь одних уроков, нужны еще и наглядные пособия. Тут единогласные и учителя, и родители, и сами дети. После трагических событий в Казани в интернете стали появляться комиксы. В них советы, в картинках, как действовать во время теракта. Я считаю, что нужны, потому что это, в принципе, полезно. Старшекласснику, может быть, проще объяснить, на пальце где-то показать. А вот начальная школа, это картинки, действительно. Методичку занятий по ОБЖ Сергей Курылев разработал еще три года назад. А после 11 мая к нему стали обращаться директора казанских школ с просьбой провести занятия и у них. Но самое главное, чтобы все полученные знания никому из ребят не пришлось применять на практике. Елена Горбунчикова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир. Понятно?